Общее сведение. Кровотечение при беременности – акушерский симптом, свидетельствующий о возможном развитии ряда нарушений, причиной которого могут послужить как физиологические изменения в организме женщины после зачатия, так и патологические состояния. Окончательно выяснить этиологию подобного проявления может только акушер-гинеколог после полного обследования. Кровотечение при беременности наблюдается примерно у каждой пятой пациентки. В 50% они свидетельствуют о патологических изменениях и заканчиваются самопроизвольным выкидышем. У половины больных признак носят физиологический характер. Кровотечение чаще возникает в первом и третьем триместре эмбриогенеза. Опасность кровотечения при беременности заключается в том, что спровоцировать их могут самые разнообразные факторы, в том числе представляющие угрозу для матери и плода. В ряде ситуаций какие-либо иные патологические признаки отсутствуют. Любое кровотечение при беременности должно быть поводом для незамедлительного обращения к врачу. Только специалист способен оценить опасность для здоровья женщины и плода, а также определиться с дальнейшей тактикой. Своевременно оказанная помощь даже при аномальном течении беременности позволяет продолжить ее видение и сохранить жизнь ребенка. Кровотечение при беременности Причина кровотечения при беременности Кровотечение при беременности может возникнуть на любом сроке эмбриогенеза, развивается как на фоне физиологических изменений в организме. Женщины, так и вследствие формирования определенной акушерской патологии. На ранних этапах у половины женщин наблюдается незначительное отделение крови вследствие имплантации плодного яйца в маточной полости. Такое кровотечение при беременности нередко расценивается пациенткой как менструальной, поэтому она не обращается за медицинской помощью, что в дальнейшем может затруднять определение срока эмбриогенеза. Подобные симптомы возможны при недостаточной продукции прогестерона на ранних сроках вынашивания. Наиболее частая причина патологических кровотечений при беременности в первом триместре – самопроизвольный выкидыш. Данный признак появляется как при только что начавшемся, так и при полном аборте. Примерно на шести недели после зачатия симптом возникает при внематочном прикреплении плодного яйца. Также кровотечение при беременности на этом сроке может говорить о резус-конфликте, замирании плода. Аналогичные проявления характерны для женщин, страдающих варикозным расширением вен, питающих матку. В данном случае кровотечение при беременности обусловлено усиленным кровоснабжением тканей. Кровотечение при беременности во втором триместре диагностируют намного реже – примерно 10% от всех случаев гестации. Как правило, симптом обусловлен патологическими изменениями и в большинстве случаев свидетельствует о самопроизвольном позднем аборте. Или из хмикоцервикальной недостаточности. Иногда отделение крови из половых путей наблюдается при внутриутробной гибели плода. Кровотечение при беременности в третьем триместре тоже всегда говорят о развитии патологии вынашивания. Наиболее частая причина – предлежание плаценты. В данном случае эмбриональный орган полностью или частично перекрывает маточный зев, при этом из-за высокой нагрузки на нижний сегмент. Происходят микроотрывы плаценты, что и вызывает подобный признак. Режее кровотечение при беременности в третьем триместре обусловлено преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты. В данной ситуации присутствует высокая угроза для жизни плода. Опасность заключается еще и в том, что изначально развивается внутреннее кровотечение при беременности или формирование гематомы. И только потом кровь изливается наружу. Самой редкой, но наиболее опасной для жизни матери и ребенка причиной развития данного симптома является разрыв матки. Такое осложнение диагностируется при наличии рубцианомиометрии и перерастяжении тканей, спровоцированным многоводием, крупным плодом или многоплодием. Крайне редко кровотечение при беременности возникает вследствие нарушения целостности плодных оболочек или сосудов пуповины. Также кровотечение при беременности могут быть спровоцированы причинами, которые проявляются на любом сроке эмбриогенеза. К таким причинам относятся доброкачественные новообразования, миомополипозные разрастания в цервикальном канале и маточной полости. Часто кровотечение при беременности наблюдается у женщин с эрозией шейки матки. Иногда признак возникает вследствие усиленной циркуляции крови в органах малого таза. Риск развития симптома также присутствует при бурных сексуальных контактах, значительных физических нагрузках, сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваниях, связанных с ослаблением эндотелия. Классификация симптомы кровотечения при беременности. В зависимости от происхождения кровотечения можно выделять две группы – физиологические кровотечения при беременности. Возникают вследствие перестройки организма, не представляют угрозы для здоровья и жизни плода или матери. Патологические кровотечения при беременности свидетельствуют о ее аномальном течении, могут сопровождаться риском для жизни. И здоровье женщины и малыша требуют незамедлительной врачебной помощи. Клиника кровотечения при беременности напрямую зависит от причины возникновения подобного признака. Выделение крови из половых путей на ранних этапах эмбриогенеза, спровоцированное физиологическими изменениями, протекает на фоне общего благополучия. Кровотечения при беременности, развившиеся из-за присутствия полипов, эрозии, миомы в большинстве случаев также не вызывают нарушений самочувствия. При этом наблюдается незначительное выделение биологической жидкости, всего несколько капель. Симптом носит кратковременный характер. Более обильными, похожими на менструальные, будут кровотечения при беременности, связанные с дефицитом прогестерона. В случае развития кровотечения при беременности, связанного с ее самопроизвольным прерыванием, больную беспокоят постоянные или схваткообразные. Боль в аяснично-крестцовой области, животе. Дополнительно может наблюдаться тошнота, головокружение, недомогание, незначительное повышение температуры тела. Кровотечение при беременности в данном случае может быть различной интенсивности и нередко в выделениях присутствуют кусочки тканей. При внематочном прикреплении плодного яйца, а также при разрыве матки возникает серьезная угроза для жизни женщины. В такой ситуации изначально развивается внутреннее кровотечение при беременности и только потом появляются патологические выделения из наружных половых путей. Отмечается острая боль в животе с радиацией в анальную область, боковые отделы туловища. При значительной кровопотере возникает шоковое состояние с угрозой летального исхода. Кровотечение при беременности на поздних этапах тоже не всегда сопровождается развернутой клинической картиной. В случае предлежания плаценты это единственный симптом, который должен вызвать настороженность у женщины и стать поводом для обращения к акушеру-гинекологу. Что касается преждевременной отсылоки правильно прикрепленной плаценты, то в данном случае кровотечение при беременности развивается. На фоне гипертонуса матки отмечается боль в животе, ухудшение общего самочувствия. При проведении кардиомониторинга плода наблюдается нарушение частоты сердечных сокращений двигательной активности.